Джером Дэвид Селлинджер родился 1 января 1919 года в Нью-Йорке. Отец мальчика, Соломон Селлинджер, по национальности был евреем литовского происхождения, который занимался оптовой торговлей копченостями и сырами. Мама Мириам, которая до свадьбы носила имя Мэри Джилик, имевшая шотландско-ирландское происхождение, приняла иудаизм. В семье, кроме Джерома, воспитывалась его старшая сестра Дорис. Разница между детьми – 8 лет и 2 месяца. Отец стремился вырастить сына образованным человеком. В 1936 году юноша окончил военное училище в городе Веллифордж. Тут и состоялся его дебют в литературе, Джером написал три строфы для гимна школы, которая исполняется до сих пор. Летом 1937 года Селлинджер слушал лекции в Нью-Йоркском университете, а после год находился в Польше, где в городе Бэтгощ по требованию отца изучал изготовление колбас. Вернувшись домой, посещал лекции в Урсинус колледже, в штате Пенсильвания, а в 1939 году поступил в Колумбийский университет, где слушал курс лекции о короткой истории, его читал у Бернет. В итоге Дэвид не закончил ни одно учебное заведение и не проявил карьерных устремлений. Этим он вызвал недовольство отца, с которым в итоге рассорился навсегда. Весной 1942 года Джерома призвали в армию, где он окончил офицерско-сержантскую школу войск связи. В следующем году в звании сержанта мужчину перевели в контрразведку и направили в город Нэшвилл, штат Тенниси. Главные герои большей части произведений Селлинджера – дети до 17 лет. Тем не менее, вряд ли его можно назвать детским писателем. В творчестве автор поднимает тему противостояния подростка и окружающего мира. Герои произведений заключают в себе существование, которое не находит определенные границы. Дебютный рассказ «Молодые люди» в 1940 году опубликовал журнал «Стори». Что касается первой серьезной известности, она пришла после публикации «Хорошо ловится рыбка-бананка», где описывается день Симора Гласа и его супруги. Через 11 лет после публикации первого произведения, 16 июля 1951 года, напечатан единственный роман над пропастью воржи, над этой историей автор работал 10 лет. Литературные критики того времени одобрили роман, до сих пор не теряющий популярности. Тем не менее, книгу запретили в некоторых странах и штатах США из-за депрессивности и бранной лексики. К выходу романа в разных изданиях опубликовано 26 произведений Джерома, в том числе 7 из 9 новелл. В 1953 году они составили отдельный сборник под названием «Девять рассказов». В 60-х годах выходят произведения Фрэнни и Зуи и Вышестропила, плотники. В 1942 году Джером начал встречаться с Уной, дочерью драматурга Юджина Анила. Но вскоре она познакомилась с Чарли Чаплином и впоследствии вышла за него замуж. Первой женой Селлинджера стала немка Сильвия Уэлтер. Он сначала арестовал нацистку, а потом женился на ней. Вместе они вернулись в Америку, где какое-то время жили в доме родителей Джерома. Но брак оказался недолговечным, не прожив и года, пара рассталась. По словам дочери Селлинджера, причиной разрыва стала несовместимость мнений. Позже автор придумал для девушки презрительное прозвище Сальва, что с английского переводится слюна. Второй женой писателя стала студентка Клэр Дуглас, дочард критика Роберта Лэнгтона Дугласа. Встреча произошла в 1950 году, на тот момент Клэр была 16 лет, автору – 31 год. Девочка из уважаемого британского семейства отправилась через Атлантику подальше от войны. Некоторые источники утверждают, что автор совратил юную Клэр, но это не совсем точно. В то время Джером духовно совершенствовался и воздерживался от интимной близости. Его наставником выступал индийский гуру, а практики нашли отражение в произведениях писателя. Клэр и Джером поженились в 1955 году, в семье родилась дочь Маргарет и сын Мэтью. Селинджер настоял на том, чтобы жена бросила обучение за четыре месяца до выпуска и переехала к нему. Девушка подалась на уговоры и сделала, как просил возлюбленный. Дом, в котором жила молодая семья, только с натяжкой можно было назвать пригодным для жилья. Тем не менее, как сообщает Маргарет со слов матери, уже прославившийся писатель требовал от жены изысканных блюд и смены постельного белья два раза в неделю. В детстве дочь часто болела, но мужчина, исходя из своих убеждений, отказывался вызывать врача. Позже Клэр призналась дочери, что буквально ходила по краю, подумывая совершить самоубийство во время беременности. По убеждениям Маргарет, она и ее брат появились на свет случайно, девушка считает, что для Джейди они вряд ли были желанными детьми. Но писатель оказался хорошим отцом, часто играл с малышами и увлекал рассказами собственного сочинения. Тем не менее, его постоянно неудержимо влекло к женщинам. В 1966 году писатель развелся с Клэр, а вскоре ее место заняла журналистка Джойс Мейнард, которой в тот момент было 18 лет. Последней женой Селлинджера стала Колин, она была на 50 лет младше. После того, как роман «Над пропастью воржи» стал популярен, Селлинджер вел затворническую жизнь. После 1965 года автор перестал печататься, сочинял истории только для себя. В Нью-Гемпшире Джером Дэвид Селлинджер умер естественной смертью в своем доме 27 января 2010 года. Литературный агент писателя сообщил, что в 2009 году Селлинджер повредил тазовую кость, но хорошо себя чувствовал долгое время. Наследниками автора стали последняя жена Колин и сын Мэтью. Жизнь автора была полна интересных фактов, а некоторые его цитаты стали легендарными.